Здравствуйте, дорогие студенты! Тема сегодняшнего урока – это роль общения в профессиональной деятельности. Вам всем известно, что общение играет важную роль в нашей деятельности. Тема сегодняшнего урока – это культура общения, виды общения. Второе – эндопсихика и экзопсихика в теории Александра Федоровича Лазурского. Третье – понятие зрелости, личности, критерии зрелости и личности. И социализация личности – характеристика и основные виды. Что такое общение? Давайте мы с вами рассмотрим. Общение – это процесс, где участвуют два человека или группа людей, в результате чего происходит обмен информациями, опыта, способностей, деятельности. Вид общения – это контакт-маска. Формальное общение. Не учитывается особенности сторон. Привычная маска – это вежливости, строгости, истинная эмоция скрыта. Примитивное общение. Когда личности нужен активное общение. Когда мешают – это грубые реплики, чтобы его оттолкнуть. Формально ролевые. Это когда время и содержание регламентированы. А деловое общение – это когда учитывается интересы дела, независимости, личностные расхождения. Духовное общение – это общение с другом слов не требуется. Вас друг и так поймет по жестам, выражениям лица и интонациям. Манипулятивные – это когда добиваются какие-то цели путем лести, обмана, демонстрации доброты, запугивания и так далее. Светские – это когда люди говорят не то, что думают, а то, что нужно говорить. Это в основном работа наших дипломатов. Давайте мы с вами рассмотрим эндопсихику и экзопсихику в теории Александра Федоровича Лазурского. Первый термин, который вводит Лазурский – это термин «отношения». Личность в представлении Лазурского – это единство двух психологических сфер. Он их назвал эндопсихика и экзопсихика. Что такое эндопсихика? Это различные психические элементы и функции. Это внутренний психический механизм личности. Объединяется термин эндопсихика термин тремя параметрами. Значит, темперамент, характер и умственная одаренность. Эндочирты в основном являются врожденными, но не абсолютно. Как и любые функции, их надо развивать. Экзопсихика – это совокупность отношений к среде. Среда – это понимается очень широко. Люди, природа, религия и так далее. Все, что в ней и будет, являться средой. Понятие зрелисти личности. Давайте мы с вами рассмотрим критерии личности зрелости. В качестве критерия психологической зрелости существуют различные характеристики и свойства личности. Способность личности к рефлексии, готовность аккуратно выполнять предписанные ею социальные роли. Способность личности достигать поставленные цели в соответствующем возрасте. Допустим, личностная зрелость во многом совпадает со зрелостью характера, что предполагает его полноту – это богатство отношений, силу, волевые преодоления жизненных трудностей, цельность, единство, множество отношений, иерархия мотивов, наличие главного смысла жизни и оригинальность – это самобытность, подлинность. Основные этапы социализации личности – это первичная социализация. Процесс протекает с самого рождения до становления самой личности. Вторичная социализация. На данном этапе происходит перестройка личности, период зрелисти и пребывание в социуме. Фаза социализации. Процесс социализации личности проходит в своем развитии три основные фазы. Первая фаза заключается в освоении социальных ценностей и в норм, в результате чего личность учится соответствовать всему обществу. Вторая фаза заключается в стремлении личности к собственной персонализации, самоактуализации и определенному воздействию на других членов общества. Третья фаза заключается в интеграции каждого человека в определенную социальную группу, где он раскрывает собственные свойства и возможности. Зрелость личности. Личность, когда считается психологически зрелой? Личность считается психологически зрелой, если она хорошо адаптирована к социальной среде. Если она неконфликтна, если разделяет социальные нормы и поведение и принимает социальные ценности. В общение выделяется три взаимосвязанных сторон. Это коммуникативная сторона, это сторона общения состоит в обмене информации между людьми, это информационная функция. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействий между людьми. Например, нужно согласовывать действия, распределить функции или повлиять на настроение, поведение, убеждение, собеседник. Это регулятивная функция. Персективная сторона общения включает в себя процесс восприятия друг друга, партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания, коммуникативные функции, взаимоотношения. И виды общения и особенности делового общения. Это контакт масок, это формальное общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать особенности личности собеседника. Используются привычные маски, это вежливость, строгость, участливости, набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, отношения к собеседнику. Примитивные общения, это когда отсинывает друг друга, человека, как нужный или мешающий объект. Если нужен, то активно вступает в контакт. Если мешает, это оттолкнуть, порой используя агрессивные грубые реплики. Третье, это формально ролевые общения, когда регламентированы и содержание, и средства общения. Место знаний личности собеседника обходятся знаниям его социальной роли. Четвертое, деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, возраста, это настроение собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личностные расхождения. Духовные общения, это межличностные общения, доверительно-неформальные. Это группа друзей, допустим, когда можно затронуть любую тему и не обязательно прибегать к помощи слов. Друг поймет вас и по выражению лица, движению, интонации. Панипулятивные общения направлены на извлечение выгоды от собеседника, используя различные приемы, лезть, запугывание, обман, демонстрация доброты, в зависимости от особенностей личности собеседника. Седьмое, светское общение, это суть светского общения, у его беспредметности, то есть люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорит в подобных случаях. Это общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения и не определяют характер коммуникации. Структура речевого общения. Структура – это способ организации системы, ее внутренние строения. В соответствии с данным постулатом речь должна иметь четырехуровные, то есть четырехъярусные строения. Самым низшим уровнем речи являются фонологические, затем следуют морфологические, далее лексико-семантический уровень. Высшим уровнем речи являются синтактические. Значение и смысл слов фраз играет важную роль в точности употребления слова, его выразительность и доходчивость, правильность произношения звуков, слов выразительность и смысл интонации. Второе. Речевые и звуковые явления – это темп речи, модуляция высоты голоса, тембр, интонация, дикция. Наблюдения показывают, что наиболее привлекательным в общении являются плавные, спокойные, размеренные манеры речи. Третье. Выразительные качества голоса – это характерные, специфические звуки, возникающие при общении, смех, ныканье, платье, вздохе, разделительные звуки, допустим, это кашель, нулевые звуки, паузы, а также звуки нозализации, это когда мы говорим «м», «э» и другие. Вербальный и невербальный вид общения. Невербальные средства общения изучают следующие науки. Кинестика изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций. Это мимика, жизнь, патомимика – это позы. Кинестика изучает прикосновения в ситуации общения, это рукопожатие, поцелуи и так далее, дотрагивание, поглаживание, отталкивание. Проксимика исследует расположение людей в пространстве при общении. Вербальное или речевое общение – это процесс установления и поддержания теленаправленного, прямого или опосредственного контакта между людьми при помощи языка. Конгруентность – это соответствие невербальных проявлений словесным высказываниям, это согласованность слов и жестов, а в широком смысле равенство, адекватность друг другу различных экземпляров чего-либо. Впервые этот терминал был введен в психологии известным американским психологом Карлом Роджерсом. Это состояние соответствия внутренней душевной состоянии с внешними чувствами. Неконгруентность – это несоответствие того, что человек говорит, и того, как он поступает. Вполне возможно, что это вызовет у вас когнитивный диссонанс. Наиболее простыми примерами неконгруентного поведения человека являются лесть, ложь, ситуации, когда кто-то с грустным видом говорит о том, как ему весело. Исследование доказывает, что невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации, чем вербальные. В случае, если сигналы неконгруентны, люди полагаются на невербальную информацию, предпочитая его словесной. Спасибо за внимание. Продолжение следует...